Здравствуйте, дорогие коллеги! Говоря о гематологической неврологии, нельзя обойти ПАЭМС-синдром. Встречается он довольно редко, но проблемы иногда доставляют изрядно. Если спросить гематолога, особенно недавно закончившего, что такое ПАЭМС, то в отметке можно услышать, что это сочетание изменений в органах и миеломы. Но сейчас мы знаем, что ПАЭМС-синдром – это критериальные диагнозы. Все симптомы ранжированы на важные и менее важные. Обязательные большие критерии включают в себя полинейропатию и моноклональный баклеточный пролиферат. Это очень важно, поскольку если есть полинейропатия, но нет моноклонального баклеточного компонента, то это не ПАЭМС. Дополнительным важным критерием относятся повышение концентрации ВИДЖФ в крови. Раньше его в России не определяли, но сейчас я знаю как минимум два места. Это в Москве, научный центр неврологии, и в Петербурге, в университете имени Павлова. Еще очень важно, что при ПАЭМС, как правило, повышение значительное не в один-два раза, а в несколько десятков раз. Дополнительным большим критерием относятся остеосклероз и болезнь Костлемана. Все остальное, органомегалии, отеки, кожные изменения, это малые критерии, к которым в том числе относится и тромбоцитоз. Доказанный ПАЭМС – это три большие критерия и один малый, а возможный ПАЭМС – это два больших и один малый. В лечении ПАЭМС-синдрома основным считается высокодозная химиотерапия с транспантацией, то есть высокодозный мелфолан. Также недавно было доказано, что очень эффективен ленолидомид, и есть данные, что могут помогать алкилирующие агенты – хромбуцил или малые дозы мелфолана. Препараты типа таллидомида, бортезомида – от них стараются воздержаться, поскольку они, может быть, и имеют очень некоторое влияние, но из-за риска усугубления полинеропатии они могут только ухудшить процесс. В среднем пациенты с ПАЭМС-синдромом живут примерно 12-14 лет, и в последние годы с появлением новых препаратов прогноз улучшается. С какой пациенткой встретились мы? Женщина в 48 лет была в госпитализированном наше отделение с тромбоцитозом и с пальпируемой спренами галии. Мы решили, что у нее, наверное, диапатический милофиброз, сделали трепан-биопсию костного мозга и выписали до получения результатов. Но некоторые вещи мы не учли. А именно, у нее присутствовала какая-то странная гиперемия лица. Кроме того, у нее была не менее боль в стопах, отек голени, из-за которых, собственно, она и стала обследоваться. И у нее присутствовали все признаки полинеропатии, степаж, петушиная походка. Кроме того, у нее были очагиостью склероза в L4 и L5, которые были описаны как гемандиомы по МРТ, вылечение печени и серезенки и лимфоденопатии. В аспирате костного мозга, который мы получили в первый день перед выпиской, плазмоцитоз был 3,2%. Ну и, конечно, гиперплазии мегакариоцитов, откуда-то тробоцитоз должен был взяться. Но все изменилось в диагнозе, когда мы получили результаты гистологического исследования. Было выявлен остеосклероз и монотипический плазмоцитоз, то есть ОСТ плюс кератическое миелома, при этом парапротеин крови и ГАЛЯМДА 2,5 грамма на литр. Тогда мы еще многих вещей не знали, поэтому мы решили провести некоторую цитроредукцию по схеме ВАТ, только без венкристины и без бортезомиба из-за полинеропатии. Но после двух курсов результата не было, поэтому мы проявили мобилизацию клеток цифково-фосфаном 4 грамма на метр квадратных. Эффекта не было, парапротеин сохранялся, и 16 июля была сделана аутотрансплантация. Надо сказать, что результаты превзошли все ожидания в самом плохом смысле и для нас, и для родственников, поскольку если на трансплантацию пациентка приехала на сидячей каталке, то после лечения она убыла уже належачей. То есть неврологический дефицит на рост достаточно значительно. По литературе мы никаких указаний на эту тему не нашли, поэтому мы написали письмо одному из мировых экспертов, Энджел Диспензери, которая нам ответила, что если у нее VGF нормализовался, то подождите и все пройдет. Нам удалось сделать в Киеве этот анализ, и он пришел нормальным. И через 6 месяцев пациентка почувствовала, что сила стала возвращаться. И к году после трансплантации она уже смогла передвигаться без поддержки. Единственное, что у нее оставалось, это остаточная лимфодема. В течение 8 лет пациентка восстанавливалась, занималась своими повседневными делами и к врачам не обращалась. Пока в 2020 году не появилось нарастание полионеропатической боли, которую неплохо снимала тромодол. Она обратилась к гематологу, мы обнаружили парапротеин 0,42 грамма на литр, но вниз это или вверх, мы не знаем. Но по ПЭТ-КТ органомегалии не было. И надо сказать, что через 2 года боль самостоятельно стала уменьшаться. Поэтому пока мы никак это не трактовали и заняли выжидательную позицию. Сейчас прошло уже около 11 лет после трансплантации. Пациентка живет своей обычной повседневной жизнью. Таким образом, своевременная высокодозная химиотерапия с трансплантацией у представленной больной провела к стойкому ответу. Недавно вышла у нас книжка по мейломе для пациентов, где мы немного рассказали и про парапротеиносоциированные состояния, и в том числе про ПРОПАЭМС. Пациенты говорят, что книга полезна. Кому интересно, она есть на нашем сайте. Спасибо большое всем моим коллегам, кто принимал участие в судьбе этой больной. Это отделение номер 3 и номер 2, где была трансплантация, и Центр амбулаторной онкологической помощи, где эта пациентка наблюдается. Спасибо большое им и спасибо большое вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Спасибо.